Музыка Писки трудятся утрямо, ждут разветственных чудес, а потом за ёлкой мама посылает деток в лес. Ночью в лес мы пойдём, вместе ёлку найдём и на сарках её привезём. Вот надену котятки, мама, для вас замечательный, и за ёлкой поеду котятки. Писки трудятся утром, и за ёлкой поеду котятки. Музыка 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 Отыскали котятки Все на лапке перчатки И смеясь Побежали домой Мама, мама, не злись Потому что нашли Потому что нашлись перчатки Ночью Ночью в лесу пошли Белкой елку нашли И на садках ее привезли Мяу-мяу, пошли Мяу-мяу, нашли Именно садку ее привезли Нет путей и дорог Нет печали и тревог Чтобы Бог нам в виде не помог Отыскали перчатки Спасибо котятки И за это вам дар пирога Мур-мур-мур пирога Мур-мур пирога Праздник в доме у нас бьет двенадцатый час. И великое чудо пришло с неба свете звезда. Вифлеемова звезда. И на праздник пришло Рождество. Мяу-мяу звезда, золотая звезда, На землю сошло, на землю сошло. Играет музыка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. В дневни пела песенку, и елочка, бай-бай. Мороз мешком укутывал, смотри, не завязай. В грусти шкаткой в растении, под елочкой спадал. Порою волк сербитый волк, весою пробегал. Порою волк сербитый волк сербитый волк. Лошадка махна многое, торопится, бежит. Но тут лошадка в рове, а в рове к нам течет. Срубила нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная, нарядная, на праздник нам пришла. И много, много радости, и дышка принесла. И много, много радости, и дышка принесла. Если в этот день на время вспомнит кто-нибудь из вас про младенца Рексиеми, чудно-радостный рассказ. Если сердце в нем забьется, точно птица за окном. Будь на струн его коснется, ангел радости и крылом. Если вдруг, как запах сада, как дыхание ветерка, Сердце, робкая от рада, долетит издалека. И в душе светло и шумка, словно кто-то ходит там. Это сам Христос, малютка, постучался в сердце к вам. Помню я, как в детстве в первый раз слушала о Рождестве рассказ. Я была взволнована до слез, ведь родился маленький Христос. Бабушка, а расскажи и ты нам о рождении Христа. Что ж, хорошо, слушайте. Давным-давно император Август захотел узнать, сколько людей живет в его царстве и государстве. И приказал он каждому жителю явиться в город, где он родился, и пройти перепись. Мария и Иосиф отправились в город Рефрием. Дорога была долгой и трудной. Иосиф шел впереди и вез за собой ослика, на котором сидела Дева Мария. Супруги пришли в Рефрием поздно вечером и захотели устроиться на ночлег. Но все дома и гостиницы оказались переполненными, потому что очень много людей было в этот день в городе. И лишь одна пещера на краю города, куда пастухи загоняли стадо в непогоду, дала им плюот. Этой ночью у Девы Марии родился сын Иисус Христос. Много было в небе звезд, теплой ночью ясной. Тихо спал Иисус Христос на соломе в яслях. Дева Мать склонясь над ним нежно напевала. Ночь сверкала золотым, звездным покрывала. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...